Хотя я бы его назвал вообще каруселью, ла, я не знаю, че, шило какое-то у него в заднице, это точно. Ребятки, приобретайте себе модную 3D-одежду в нашем магазине Ньюжел Маркет. Там можно найти практически любую одежду с любым дизайном, как женскую, так и мужскую. Ну или можно самому создать что угодно, как я вот тут, например. В общем, заходите, одевайтесь, будьте в тепле и, конечно же, в красоте. Вот. Ехе-хе-хе-хей, всем здоровенькие пузатики, с вами Бурундук и добро пожаловать на наш лайв-канал. Сегодня, ребятки, мы с вами продолжаем наши пуздатые приключения. Лосик, пилите сразу и погнали. Вы, наверное, спросите, Бурундук, ты ведь предыдущую серию закончил, когда бежал за каким-то непонятным, да, чувачком прозрачным, да, друзья. Я за ним побежал и я скажу, что я его не догнал, он под зельем скорости, ребятки, у меня никакой скорости нет. Он бегает вообще очень быстро, я пытался на зубике его догнать, но он терялся где-то в лесах, в общем, я ничего не смог сделать. Вот на этой карте, ребятки, он не отображается, поэтому найти его и догнать очень трудно. Я пока что не знаю, кто это, что это вообще такое, может, это даже что-то, а не кто-то, вот, может, это правда призрак какой-то. Ну, я думаю, что и фиг с ним. В общем, друзья, начинаем серию, что мы сегодня будем делать. Я надеюсь, что с ним я еще встречусь, да, наверное, не раз, потому что он часто, часто что-то перед нашими глазами появляется. Давайте, ребятки, слетаем, слетаем к нашему лесному дракончику, возможно, он уже родился. Посмотрим сейчас, где он там у нас, где он, где он, где он, я его пока что не вижу, но сейчас поземляюсь потихоньку. Нет, он, ребятки, еще не родился. Я так много дел тут сделал, ребят, и вы, наверное, уже по моей, возможно, броне, я не знаю, инвентарь я открывал или нет. Но сейчас, вот вы видите мой инвентарь, и, как видите, у меня тут различные такие вещицы, и что-то поломанное, броня, вон, полуживая. Я вам попозже, в общем, расскажу, что у меня тут вообще происходило. Сегодня у нас очень много дел, ребятки, ну, а пока не вылупится этот дракошка, я не могу никуда уйти. И, кстати, вы мне в комментариях одну очень клевую штуку писали, что если я на своих вот этих бэмби нажимаю правой кнопкой вот этой штуковиной, да, то есть... Вылупился, ребятки, зародился. Еще один, еще один дракошка, посмотрите какой. Весь такой зеленый, весь такой красивенький. И давай, я не знаю, я тебя не смогу увезти. Ух ты, рачит-то, рачит как. Ну-ка, пойдем, пойдешь за мной. Ты сможешь идти за мной? Да, он сможет идти за мной. Все, он куда-то смотрит, я не знаю, может он, может он что-то тоже хочет показать. Смотрите, у них у всех, что ли, такое родное? Все вот так вот крутятся, что ли. Ух, какой маленький, пойдем за мной, я тебя домой. И сразу к твоему братишке поеду к Зубику. Зубик сейчас очень будет рад. Но вы, наверное, уже поняли, что если я правой вот нажимаю кнопочкой, да, то олененок возвращается обратно. Вот в этот, так скажем, покебол, что ли, как это назвать, я не знаю. Но, я думаю, вы поняли. Спасибо вам, что вы в комментах это пишете. Ой, какой он, какой он неугомонный, смотрите, неугомонный. Крутится. Все, хорош крутиться, давай, нам домой пора. Зубик, Зубик, посмотри, кого я тебе привел. Зубик, аду-ка, смотри сюда, смотри сюда, кого я тебе привел. Смотри, ух ты, он сразу на него посмотрел. Посмотри, это твой братишка маленький, такой ему вообще походу по барабану. Хотя нет, смотрите, смотрит на него, как он играется. Ему вообще, он какой озорной маленький. Давайте его вот так вот сейчас этот поводок я уберу, пусть он побегает, я не знаю. Хотя он вроде особо бегать не хочет. Но они вот на друг друга смотрят, смотрите, он неугомонный какой крутится. А Зубик-то уже вырос, он не такой уже как бы бешеный. А вот это вообще как Юла крутится, я может его Юла назвать. Хотя они все так крутятся в детстве. И я заметил, что и Зубик так же крутился, когда там Роспус. Посмотрите, он в натуре как Юла. Смотрите, у него тут какие-то узорчики есть. Ух ты, еще один дракога, ух какой маленький, клевенький. Ладно, ребятки, нам предстоит сделать очень много дел. Я надеюсь, что он никуда не убежит. И куда делся поводок, я его прицепил или нет? Что произошло вообще, где поводок? Куда делся поводок? В общем, вот такая картина у меня, ребятки. Зубик офигевает от того, что делает наш вот этот Дубик. Да, именно я так его хочу назвать. В комментах предложили Дубик. Вот он сейчас, у вас комментарий. Этот комментарий собрал много лосиков. И мне понравилось. Хотя я бы его назвал вообще каруселью. Ла, я не знаю, что. Шило какое-то у него в заднице. Он какой-то неугомонный. Все, я его немножко угомонил. Хотя он продолжает крутиться. Ему вообще побарабанул хвостом. Уже Зубика, по-моему, отмутузил. Я не знаю. Неугомонный дракоха какой-то. Но если что, рыбка у меня для тебя есть. Все, вроде успокоился. У него, наверное, уже голова закружилась. И Зубика может тоже. Ох, два дракона у нас, ребятки. Вау. Еще третьего надо достать. Третьего и останется четыре. Останется найти четырех драконов. И мы возродим. В мире появятся драконы. Возможно, их станет вообще много. Но мы вернем. Мы вернем род драконов. Ну что ж, я надеюсь, они никуда не убегут. И, ребятки, у меня очень большие планы на сегодня. Здесь у меня железик. Но заберу я его чуть попозже. Потому что из печечек можно опыт взять. В общем, смотрите. Что я сделал без съемки. Сейчас вам сразу покажу. Первое, ребятки, что я сделал. Я посетил шахту. Причем не один раз. И не одну шахту. Три раза. Я сходил три раза. И, ребятки, заработал три раза тридцатый уровень. Сейчас у меня тридцать седьмой. И на эти два тридцатых уровня. Посмотрите, что я зачаровал. Я зачаровал штаны и ботиночки. Я заколебался, если честно. Ходить по всяким данжам. Нашел один данж. В пещерах был. Эх, там крипер. Там крипер. А ну-ка, отойдет моих драконов. Зубик, съешь его. Съешь его, Зубик. Зубик отдыхает. Отдыхает. Правильно. Заботься. Заботься от своем маленьком братике. Ты его вроде, смотрю, успокоил. В общем, я зачаровал вот такие вещицы. Этот железный шлем мы, по-моему, с вами зачаровывали еще давно. Я его не использовал. Ребятки, поэтому я беру. Беру и сейчас будем обновляться. Нагрудничек я еще не сделал. Захотел его зачаровать вместе с вами. Шлем я себе оставлю железный. Вот. А нагрудничек сделаю алмазный. Ребятки, ходил, в общем, по данжам. Насобирал вот алмазные кирки. Нашел еще несколько алмазок. Алмазиков. Хе-хе. Алмазиков, в общем. И хочу еще кое-что сделать. Сейчас найду палочки. Где-то здесь они должны быть. Вот одну палочку возьму. Даже, знаете, возьму, наверное, две. И сделаю, ребятки, два. Два вот таких меча. Потому что они мне сегодня очень, думаю, пригодятся. Вот этот меч у меня сломался довольно быстро. Я на руде набивал опыт. И опять там, смотрите, дубик крутится. Я скрафтил, ребятки, алмазный нагрудничек. И бежим его сейчас с вами зачаровать. И я вам сразу сейчас кое-что покажу. Да, вы, наверное, офигеете. Я потратил на это немало времени. Немало сил, так скажем. Но да, да, да. Как вы уже заметили, я сделал вот эту комнатку. И посмотрите, как я ее сделал. Она же у нас типа геймерская такая. И посмотрите, какая она прикольная у нас получается. Вот здесь я, наверное, сделаю, как мы с вами помните, вот так вот. То есть, отверстия такие сделаю. Вот. И поставлю, наверное, цветочки. Декорация будет. Здесь можно какие-то тумбочки. Что-то такое рабочее, что ли. Местечко здесь вообще хочу сделать. То есть, вот тут тумбочки. Возможно, мы сегодня все это сделаем. А здесь, ребятки, компьютер. Вот. Ну, а сейчас, ладно, бежим быстренько зачаровываем. Зачаровываем наш нагрудничек на 30 уровень. Надеюсь, что будет что-то офигенное. Да ладно. Ну, что за огнеупорность 4. Ну, как сказать, нам, возможно, это поможет. Насколько я помню, этот босс, ребятки, помните, он огненными-огненными шарами всякими раскидывался. Поэтому, я не знаю, поможет нам как-то это или нет. Но, ух, сейчас пойдем биться. Ну, что, друзья, я буду надеяться, что хотя бы штаны вот у меня вот это. Вот это, конечно, я зачаровал просто офигенно. Смотрите, здесь огнеупорность прочная. Шипы 2. Здесь тоже шипы 2. Здесь, в принципе, здесь только взрывоустойчивость. Вот. И что я вам хочу сказать. Броня получилась довольно клевая. На грудничек что-то фигово я как-то зачаровал. Я думал, прям вот это вообще с первого раза так офигенно все зачаровалось. А здесь огнеупорность. Но ничего страшного. Шлем у нас что тут? Подводное дыхание, взрывоустойчивость. Ну, что, ребят, я так-то готов. Но сейчас быстренько, быстренько. Что-нибудь ненужное мне вот сюда хотя бы скидать. Вот кварц пока что. Уголек можно вообще в печку куда-нибудь засунуть. Кстати, да, можно сделать вот так. Немножко уровень себе прибавить. Это все железо я нашел тоже без съемки, когда тут бегал. О, листочек. Листочек-то можно прям сейчас использовать. Это что такое? Что это такое, ребятки? Рубец. Это что такое? Я не знаю. А, это кушать можно? Что он даст? Я не знаю, ребятки. Не хочу пока что проверять. Но давайте вот сюда его уберу. Хотя почему бы и нет? Давайте попробуем. Посмотрим сейчас, что будет. Я его съел. И что мне? Восстановление. Неплохо. Слушайте, клево. Клево. Ух ты, наш дубик подрос. Дубик. И мне немножко непривычно так зубикать дубика. Почему бы и нет? Нет, прикольное название, как бы дубик в лесу родился, как бы дуб. Ну, он, видимо, такой же, как дуб, но он крутится. Если что, рыбка у меня для него есть. Поэтому, ребятки, что делаем? Все, я вроде готов. Мне просто места надо побольше. Так, 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 чтобы, потому что там руды, помните, да, сколько? Ну, я готов. Я готов сейчас мутузиться с этой рудой. Ну, все, ребятки, к бою я готов. Вы, наверное, подумайте, возьми зубика, да? Но, друзья, нет, не возьму я зубика. Вот у меня есть олененки. Справился с ним в тот раз, справлюсь. И тем более сейчас с такой броней-то мы садимся на олененка. Зубика я не хочу эксплуатировать, так скажем. Да, ух ты, эти-то тут развиваются. Не хочу, ребятки, почему? Потому что он, во-первых, ухаживает у нас там за дубиком, да? Ну, а вторых, он мне очень дорог. Любой дракон мне очень дорог. И what the fuck? Это что, это с того раза осталось? Это что тут? What the fuck? Так, я понял. Надо по ним вот так пострелять. И я их отправляю. Ничего себе, ребятки. Мне их, может, надо убрать. Может, у меня из-за них тут какие-нибудь лаги могут быть. Поэтому я в них сейчас постреляю. Ну что, я возвращаюсь на то же место. И вот еще один, еще один олененок. Я оставил его тут. И он тут вообще уже один, наверное, устал быть. Но давай раз я с тобой, я с тобой тогда буду. Ух, ну что. Берем тогда сразу лук. Я меняю лук, конечно же. И, ребят, что я предлагаю? Мы сейчас с вами вот сюда олененка нашего ставим. Чтоб, если что, я на нем сразу улетел. Тут вообще мои ресурсы еще, что ли, валяется кварц. Ты, главное, далеко не отходи. Это что? Это лазурит. Окей, ё-моё. Я забыл спавнер. Все, ребят, взял. Взял я этот спаунер нашего босса. И смотрите, тут вообще какие-то вещи остались. Наверное, их подберу. Все равно мне сейчас то же самое будет выпадать. Поэтому придется даже это, наверное, подбирать. Все, оставляем олененка тут. Ух, берем тогда, делаем вот так. И все, я готов. Так, сейчас проверим. Сейчас проверим, сколько я ему буду сносить этим мечом. И, ух, ребятки, шлем, шлем, шлем. Одеваю, конечно же. Все. Все, воин, воин пузотый такой заварстый готов. Раз, два, три. Ну, поехали, ребятки. Погнали. Погнали. Сколько я ему буду сносить? Я ему фигню вообще сношу. Нет, все-таки его придется. Хотя я ему ведь так фигню сношу. Так, олененок, далеко не отходи. Не отходи. Сейчас будем отбивать. Ох, ох, ох. Хорошо, что у меня против огненной. Давай, я буду отбивать. Я буду отбивать, пока он руду не заспавнит. Давай, давай. Прямо вот так вот. К тебе все. Ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь. Ребятки, вот как мы с ним боремся. Пока что все отлично. Олененка моего не убей, смотри. Так, ребятки, сейчас, сейчас, сейчас мы ему вмутузим. Вмутузим, вмутузим. Есть, есть, есть. Маленько бью. Хорошо, что у меня броня на огненную эту есть. Теперь я могу огня вообще не бояться. Но сейчас, слушайте, нам с ним попроще как-то. Пока вот эта руда не появилась. А вот теперь с этой рудой надо драться вот так. Надо драться вот так, и это жесть. Вот эта руда, это самая тут мощная. И посмотрите, сколько он ее заспавнил. Именно вот эта, ребятки, руда самая тут жесть. Посмотрите, сколько этой руды. Она... Ай-яй-яй-яй-яй, я ещё в песке застрял! Нет, нет-нет-нет-нет-нет-нет! В этот раз я не умру, в этот раз я не умру! Ух-ух-ух-ух-ух! Всё! Ребятки, он по моему оленёнку попадает! Так-так-так-так-так, скорее сюда приземляемся! Ребятки, всё! Оленёнка возвращаюсь! Здесь ещё один есть, и у него уже ХП мало! Где он там? Где он вообще? Откуда? Он, вот он! Он чё, плавать умеет? Вот этого я вообще не знал! Окей, ща мы с тобой разберёмся! А ну-ка, иди сюда! А ну-ка, иди сюда! Ща разберёмся! Давай-давай-давай-давай! Погнали! Вот он, ребятки! Вот он! Вот он, и я мочу его! Мочу как могу! Мочу-мочу-мочу-мочу! Давай-давай-давай-давай! ХП мало-хП мало! Убью-убью-убью! Ну-ну-ну-ну-ну! Ещё чуть-чуть! Ещё чуть-чуть! Где мой лук, блин? Да! Давай-давай-давай-давай! Да ё-моё! Есть! Ух-ух, ёлки-палки! ХП вообще нету так теперь на дно! Скорее на дно! Капец тут стрел вообще! Где-где то, что мне надо? Где эта звёздочка? Вон она, вон она, ребятки! Наверху это чё тут пузырьки? Я надеюсь, всплываем-всплываем скорее! Да-да-да-да-да! Есть! Есть! Всё, мы нашего дракона эфира вернём! Вернём! Мы одолели этого босса! Полегче, ребятки, чем в тот раз, конечно! Ну, как сказать полегче? Э-э-э-э, не трогай меня! Вот это, ребятки, конечно, жесть! Тут меня ещё редстоун! Ещё редстоун на меня нападает! Ну всё, я его быстренько остановил! И давайте пособираем, что тут вообще есть! По-моему, я помню, что я убил несколько алмазиков, да? Да, два алмазика у меня есть! Давайте вообще пособираем всё, что я тут понавыбивал! Ещё, ребятки, ещё алмазики! Ещё изумрудики! Неплохо! Вот это, конечно, мне нравится! Вот чё-чё! Вот это вот в боссе в этом фейковом! Мне вот это нравится, да! А смотрите, вон там рыбка! Рыбка дохлая какая-то валяется! Я её, пожалуй, подберу! Это чё, чернила? Чернила мне не особо нужны! И здесь уже Крипер появился! Ой, Крипер, как же мне с тобой сейчас легко сражаться после этого босса! Босс вообще жесть! Ну чё, я взял немножко рыбки и всё, отправляемся домой! Там вон ведьма гуляет! Отлично, ребятки! Босса мы сегодня одолели! О, смотрите, там битва! Я не знаю, вы заметили, ребятки, или нет? Там была битва вот только что вот этого жителя с паучками! Офигеть, они тут строятся! Я обязательно к ним схожу в гости в следующей серии, но попозже! О, тут наш Чикопка! Чикопка, ух, ё-моё! Ух, я забыл! Я совсем забыл, что они на шифт надо спускаться! Тут наш Чикопка, давайте его пригоним домой! Я теперь его тоже могу, получается, вернуть! На Чикопке прибежали мы домой! И дубик всё ещё крутится, но уже такой вырос, вырос побольше! Зубик вообще в офиге от него! Ничего себе! Эй, ниггеры, вы ничего не попутали? А куда, куда, стой! Не, кричишь, да, на меня? Ну давай, подходи! Подходи, ты видишь, что я весь алмазный? Ну и чё ты сделаешь? Чё ты сделаешь? Ничего ты не сделаешь! Иди сюда! Так, я сейчас меч сразу поменяю! Иди сюда! Вот так тебе люлей! И вот так! Ещё разок! Всё, лежать! А ты чё свой рот разявил? А ну-ка иди сюда, тоже сейчас с тобой разберусь! Ну-ка, где ты чудище заморское такое? Всё, лежать! Ребятки, я офигел немного, посмотрев, но я по поводку уже понял! Я уже понял, что произошло! И надо скорее, надо туда скорее! Эй, чё пока, браты зелёные! Ты как сквозь стены ходишь, а? Вы чё такие все непонятные какие-то? Так, ты ещё даже не вырос! Ну-ка, давай обратно! Давай обратно! Тебе здесь не место вообще! Ну-ка, всё! Правильно, будь там! А ты-то зубик куда попёр? Вы чё вообще, что ли? Хе-хе-хе! Ребятки! Он вообще неугомонный! Вы посмотрите! Они вообще куда-то рвутся! Ух, ё-моё! Надо его скорее приручить! Но пока он на поводке, он не должен куда-то уйти! Хоть он и ходит у нас, да, сквозь эти! Хе-хе! Вы посмотрите! Хе-хе! Ребят, ну вы просто посмотрите! Ну чё за драконы неугомонные? Объясните, как я должен их всех вместе собрать? Их семеро! Их тут двое-то вообще какой-то беспредел творят! А их если семеро будет, то чё ещё жесть! Ребятки, я когда бегал по данжам, выбил, кстати, картину! И давайте мы сразу с вами сделаем сейчас дверку, да, сделаем наш такой проход потайной! Вот здесь я где-то оставил рыбки! И, кстати, у меня тридцатый уровень! Может нагрудничек новый сделать? Хотя зачем он мне? И давайте сейчас быстренько... А-а-а, тут же ведро воды надо! Ладно, тогда потом! Потом закину, постираю все вещи, восстановлю их, конечно же! Всё, ребят, сейчас быстренько идём, быстренько идём! Вот чё-чё-чё делаем нашу дверку! Так-так-так-так, где дверка? Дверку нам надо поставить вот сюда! Да, открываем её и картину! Вот как раз я выбил картину! Оп, нет, не то, сейчас поставлю! Ну, пока что вот такая картина у нас будет! Будем пока что вот так проходить! Вы мне, кстати, тоже в комментах писали, что мод какой-то добавить, который там можно, типа, блоки и структуру, что ли, блоков менять! Но, друзья, нет! Я, наверное, ради одного этого входа, наверное, так делать не буду! Хотя, возможно, этот мод и, может быть, и есть у меня! Но, не знаю, в следующей серии посмотрю, может, скажу вам! Если даже он есть, я не умею им пользоваться! Зубастик, привет! Как у тебя делишки? Ну, а сейчас, друзья, бежим скорее! Бежим скорее в портал! Надо вернуть нашего дракошки! Рыбеху я, рыбеху, рыбеху с собой взял! Вот сюда, вот сюда скорее! Всё, портал восстановили! И, ребятки, вы мне писали по поводу вот этого моего маркера, да? Я вам сейчас в следующей, давайте в следующей серии о нём расскажу, что это вообще такое до меня дошло! И, кстати, тот чувачок, который вот выбежал и сломал нам кровать, я даже не знаю, вон она, это призрак, в общем! Это, скорее всего, какой-то фейковый призрак, я не знаю, как его даже называть! Мы его выпустили, выпустили из этого мира, но сейчас я попадаю сюда! Где наш дракоха? Вон он, вон он всё рвётся! Он вырос или нет, я не знаю, но оленёнки у меня с собой, поэтому мы сейчас полетим к нему! Хорошо, что у нас портал всё здесь, всё сохранилось и мы летим! Вот он наш дракоха, дракоха эфира! Он ещё не вырос и рвётся куда-то! Почему они пока не вырастут, куда-то постоянно рвутся и ходят сквозь стены? Что с вами не так? Ну что, друзья, что я предлагаю? Я предлагаю закончить сегодняшнюю серию, немножко не успел я в ней сделать то, что хотел! Я хотел победить босса, вот этих дракончиков наших увидеть! И хотел ещё сделать компьютерную комнату, но, друзья, не успел! Не успел вот сделать компьютерную комнату, все остальные планы мы выполнили! Ребятки, ставьте ваши лосики и в следующей серии мы обязательно наших дракончиков вот этих уже приручим! У нас будет три дракона! Ну и, конечно же, сделаем компьютерную комнату и посмотрим, посмотрим, что вообще будет! И да, пишите, конечно же, как назвать вот этого дракончика! То есть того я назвал Дубик, Зубик и как-то, возможно, другое уже надо имя, а то у нас все какие-то будут Зубики да Дубики! Предлагали прикольное название Зефир или как-то, ну, типа Дракон Эфира, да, и Зефир, Эфир, типа, что-то такое! Ну, я не знаю, я пока что думаю, ребятки! Я всё же не понимаю, куда они рвутся, может, и вправду что-то есть, что-то, что их прям зовёт, и вот из-за этого они как-то рвутся, пока не приручены! И не понимаю этого пока что! Ребят, пишите тоже в комментах! Ну чё, пузаны, не забывайте подписываться на наш основной лайв-канал, оставайтесь всегда добрыми, няшными и милыми, а с вами был я, Барон Дучок, всем удачи и до новых встреч, куда я думал, пропал Дракон, вроде не пропал, хе-хе, ладно, пока-пока-пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!